Всем привет! Сегодня мы разбираем разминку номер 8, в которой вам предлагалось несколько, на мой взгляд, интересных геометрических неравенств. Первое неравенство, которое предлагалось, на мой вкус, для младшеклассников, это задача на районной олимпиаде 8 класса в 2001 году, и условие задачи было следующее, что есть треугольник АВС, в котором угол С равен 40 градусов, у него на сторонах АВ и ВС отмечены на точке Д и Е, так что угол ВЕ до 20 градусов, и требуется доказать неравенство. Ну и вот всегда, когда я вижу такую конструкцию с такими вот углами, у меня напрашивается дополнительное построение. Нужно, конечно же, продлить отрезок Д и Е до пересечения со стороной АС, и тогда здесь образуется треугольник, у которого будет вот этот уголочек 20 градусов. Ну а тогда, поскольку внешний угол 40 градусов, то вот этот угол тоже 20 градусов, и треугольник равнобедренный. Ну и на самом деле к такому дополнительному построению можно прийти, также просто попытавшись отрезок ЕС пририсовать к отрезку АС, то есть изобразить вот эту сумму. Это одна из основных идей в геометрических неравенствах, когда вам нужно доказывать, что сумма нескольких отрезков больше, чем какая-то другая сумма. Эти суммы пытаться как-то изобразить. Вот отрезок ЕС образуется вот здесь, вот давайте точку Е' обозначим. И отрезок АЕ' это просто есть как раз АС плюс ЕС. Ну и после этого остается треугольник, в котором нужно доказать, что одна сторона больше другой, то есть каким-то образом сравнить углы. Один угол 20 градусов нам известен, он лежит напротив стороны АД, то есть нам по сути нужно доказывать, что угол АДЕ' штрих, он больше, чем 20 градусов. Он больше, чем 20 градусов, потому что он равен 20 градусов плюс угол бета-треугольника. Ну и на этом задача решена. Понятно, что это более-менее рассуждение работает всегда, когда у вас здесь один уголочек в два раза больше другого. Именно такие два варианта и были на этой письменной районной олимпиаде города Санкт-Петербурга. Ну а мы двигаемся дальше. Следующая задача очень классическая. Требуется доказать, что периметр вписанного четырехугольника в квадрат не меньше, чем удвоенная диагональ. Обычно в этой задаче я, по крайней мере, даю два пункта. Сначала доказать, что периметр не меньше, чем удвоенная сторона, а потом, что не меньше, чем удвоенная диагональ. И решение пункта А, когда нужно доказать, что не меньше, чем удвоенная сторона, очень простое, потому что вы можете просто спроецировать периметр этого четырехугольника на сторону и как раз дважды покрыть сторону. Здесь каждая гептенуза длиннее, чем соответствующий катет. И это дает решение с оценкой в правой части вместо удвоенной диагонали удвоенная сторона. Как же нам поступить в ситуации, когда нужно доказывать продвоенную диагональ? Здесь есть довольно много разных решений. На самом деле, некоторые из этих решений я узнал не так давно. Ну, давайте, наверное, по порядку. Есть решение, которое я узнал очень-очень давно, и оно очень естественным образом выглядит, но догадаться до него практически невозможно, на мой взгляд. Значит, идея состоит в том, чтобы этот периметр развернуть в некоторую лобу. Ну, а именно, давайте возьмем этот четырехквадрат и начнем его отражать относительно своих сторон. То есть, давайте мы нарисуем здесь точно такой же квадрат и нарисуем в нем точно такой же четырехугольник. Ну, вот я сейчас только некоторые из его сторон нарисую. Дальше вот у нас две стороны. На самом деле, выложились некоторую ломаную, и моя цель – нарисовать дальше. Будем отражать, переворачивать квадратик относительно сторон, и будем разворачивать вот эту самую ломаную. Вот эта сторона, скажем, сейчас переехала вот сюда. Вот. Ну, и дальше нужно заметить вот что. Что вот такой отрезочек, скажем, вот он сначала отразился вот сюда, образовался здесь, потом он отразился вот сюда, образовался здесь, и потом отразился вот сюда. Ну, не очень похоже, но тем не менее. Вот. Это означает, что если мы вот эту точку обозначим L' а вот эту C', что L'C' параллельно L'C, конечно же, не равно L'C'. Вот. А это значит, что L'L' равно C'C', и есть как раз удвоенная диагональ квадрата. Да, вот здесь. Если мы C'C' соединим, будет удвоенная сторона диагональ квадрата. Вот. А стороны четырехугольника, вот они выложились в ломаную, проходящую через такие точки, как раз соединяющие L'C'. То есть периметр четырехугольника K'L'M'N, он больше либо равен, чем L'C'. Вот. Значит, это замечательное решение. Я не знаю, как можно до него разумным образом додуматься, но можно пытаться делать что-то подробное без отражений. Значит, идея состоит в следующем. Давайте попробуем найти просто четырехугольник минимального периметра, вписанный в квадрат. Вот. Как такое делать? Ну и тут приходит в голову мысль, которую у нас, Андре, на канале один из подписчиков озвучил, написал, давайте будем двигать точку. Давайте точку K заменим на другую точку, так, чтобы сумма расстояния до L' и до N была минимальна. Как это сделать? Ну, для этого нужно решить классическую задачу про железную дорогу. У нас есть железная дорога, есть две деревни, L' и N, и требуется построить деревню K здесь так, чтобы сумма была минимальна. Ну, строится это так, нужно L' отразить, да, и провести вот такую вот прямую. Вот. И тогда здесь получится сумма минимальная. Значит, то есть эта точка K, которая минимизирует вот эту сумму, она устроена так, что вот здесь угол падения равен углу отражения. Ну, давайте точку K подвинем так, чтобы угол падения был равен углу отражения. Вот. Ну и точку M тоже можно подвинуть так, чтобы угол падения был равен углу отражения. Вот здесь как-то так нарисовать Ну, дальше, казалось бы, давайте подвинем еще L и N Ну, тогда испортятся углы при новых вершинках K' и M' И вроде дальше непонятно, что делать Если эту процедуру продолжать, она ничем, в общем, не закончится Периметр будет увеличиваться Но почему он будет больше, периметр будет уменьшаться Но почему он будет больше либо равен, чем 2AC Все равно остается неясным Но, в принципе, можно остановиться вот на этой картинке Когда у вас есть уголочки, равные с одной стороны Уголочки, равные с другой стороны И отдельно с ней попробовать разобраться Значит, что же будет в этой ситуации верно Но, на самом деле, тут уже более-менее естественным Выглядит дополнительное построение Продлить, скажем, LK' до пересечения с AB И LM' до пересечения тоже с AB Тогда вот в силу равенства уголочков Вы здесь увидите равнобедренные треугольнички То есть у вас вот здесь вот отрезочек будет равен вот этому отрезочку А вот здесь вот отрезочек будет равен вот этому отрезочку То есть вот этот отрезок весь будет равен удвоенной стороне квадрата И тогда вы видите, что просто вы на противоположной стороне квадрата взяли точку L и периметр вы бы хотели до четырехугольника. Это, по сути, ломаная соединяющая с вершиной L. То есть у вас есть треугольник, у которого высота – это сторона квадрата, а вот это сторона 2A. Вы бы хотели доказывать, что X плюс Y больше либо равно, чем корень из 2A, диагональ квадрата. То есть мы сначала подвинули к АМ так, чтобы периметр уменьшился, а потом развернули этот периметр в такую штуку. Ну и здесь, опять же, мы можем зафиксировать теперь вот эти две точки, а вот эту точку двигать по этой прямой. То есть, опять же, решать задачу железнодорожной станции. Но и минимум будет, когда угол падения равен углу отражения, то есть когда у вас здесь равнобедренный прямоугольный треугольник получится. Тогда у вас как раз будет корень из 2A получится. Вот так доделывается решение с движением точек по периметру. И на самом деле из этого решения более-менее видно, как догадаться до первого решения, почему нужно отражать. То есть, что же на самом деле происходит при этих самых отражениях. Дальше я расскажу несколько решений, которые немного по-другому выглядят и на самом деле опираются на абсолютно другие вещи. Одно из решений такое. Давайте попробуем поиграть как-то с этой картинкой. Мы можем сказать, что давайте здесь отметим серединку. Гипотенуза в прямоугольном треугольнике. Вот это будет отрезочек, равный половине КЛ. Ну и с другой стороны тоже отметим серединку. Отрезочек, равный половине МБ. Ну и дальше воспользуемся известным неравенством, что сумма сторон четырехугольника противоположных больше либо равна, чем половина средней линии. Давайте эту точку обозначим Х, эту точку Y. Тогда мы можем записать, что КН плюс ЛМ пополам больше либо равно, чем Х, У. Вот. КЛ пополам тоже. Это есть ДХ. И МН пополам. Это есть Б, У. Ну и когда я все это сложу, я получу, что периметр КЛМН в балам больше либо равен, чем ДХ плюс Х, У, плюс УБ. И это по неравенству четырехугольника больше либо равно, чем удвоенная диагональ. Вот такое есть решение. Еще одно решение можно получить, сделав проекцию на диагонали. Это не такая простая идея. Но тем не менее, давайте попробуем это осуществить. Давайте проведем диагональ и спроекцируем точки КН на эту диагональ, скажем. Тогда длина проекции будет не больше, чем длина КН. Вот. А дальше, значит, можно еще спроекцировать точки Л и М. Значит, Л' и М' не превосходят ЛМ. Вот. А проекцировать стороны КЛ и МН как-то выглядит противоестественным, потому что они, их проекции как раз очень коротенькие получаются, да? Вот. Надо бы придумать что-то другое. Но по логике их бы надо было проецировать на диагональ АС, да? То есть, как-то так поступать. Но, наверное, можно сделать вот что. Можно разбить отрезок КЛ на две части. Вот такой вот отрезочек. И остаток. Давайте эту точку обозначим Х. Тогда отрезок КХ, он больше либо равен, чем КК' и это равно ДК'. Да, потому что тут треугольничек в набедренный прямоугольный нарисован. Вот. А ЛХ больше либо равно, чем ЛЛ' перпендикуляр, который есть ДЛ'. Ну и вот мы, значит, записали для КЛ такую штуку. Значит, КЛ больше либо равно, чем ДК' плюс ДЛ'. Вот. Аналогично я могу записать, что МН больше либо равно, чем БН' плюс БМ'. Ну и когда я все вместе сложу, я получу, конечно же, удвоенную диагональ. И опять я победил. Еще одно решение я не знал. Его прислали в канале, в комментариях. Ну, то есть, может быть, я когда-то знал, но забыл, что так можно было ловко делать. Значит, нужно более тонкое неравенство написать, чем неравенство треугольника вот здесь. Значит, вот если я беру прямоугольный треугольник со сторонами А, Б и С, то я знаю, что С квадрат — это и есть А квадрат плюс Б квадрат. Вот. А тогда я могу написать, что С — это и есть корень из А квадрат плюс Б квадрат. И оценить по неравенству о среднем арифметическом и среднем квадратичном. Значит, эта величина больше либо равна, чем А плюс Б поделить на корень из двух. Но если вы хотите проверить это неравенство, да, то нужно сделать домножить на корень из двух, возвести в квадрат, вы получите, что 2А квадрат плюс Б квадрат больше либо равно, чем А плюс Б в квадрате. Ну и после раскрытия скобок вы получите, что А квадрат плюс Б квадрат больше либо равно, чем 2А, Б. Поэтому на самом деле длина диагонали оценивает сверху сумму сторон с коэффициентом как раз 1 делить на корень из двух. Ну и записав это неравенство для четырех таких прямоугольных треугольников, мы получим, что сумма гипотенуз треугольников оценивает сверху сумму катетов, деленную на корень из двух. То есть периметр КЛМН больше либо равен, чем периметр АБЦД, деленный на корень из двух. Это как раз и есть удвоенная диагональ. Вот такая замечательная задача. У нее много решений разных. И в принципе все эти решения мне нравятся. Все эти решения являются довольно поучительными. Ну и переходим к третьей задаче. Третья задача достаточно сложная. В ней я знаю на самом деле более-менее одно решение. Но традиционно эта задача вызывает трудности. Потому что сложность состоит в том, чтобы догадаться, что здесь можно разбить это неравенство на 2. И отдельно доказывать, что разность сторон четырехугольника вписанного больше либо равна, чем разность длин диагонали. И, на удивление, это можно сделать почти геометрически. Значит, для этого, ну, например, можно провести диагонали и заметить, что вот эти четыре отрезка входят в подобные треугольники. Поэтому если я обозначу, например, здесь отрезочек Х, здесь У, а здесь З, то я могу написать, что вот здесь отрезочек КХ, здесь отрезочек КУ, а здесь отрезочек КЗ. Ну, и считать все, что, скажем, К больше единицы, то есть, что ЦД больше, чем АБ. Ну, и тогда вот это неравенство, оно выглядит так, что у вас К-1 на З, нужно доказывать, да, больше либо равно, чем АЦ минус БД. АЦ это есть У плюс КХ минус Х плюс КУ. Ну, и это есть К минус 1 на Х минус У. К минус 1 сократилось, получается неравенство, что З больше либо равно, чем Х минус У, это неравенство треугольника обычное. Оно верно, значит, верно такое неравенство. Значит, верно неравенство для двух других сторон. И можно их сложить и получить такое замечательное неравенство для вписанного четырехугольником. На этом на сегодня все. Если вам нравится формат разминок, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать разборы. Субтитры создавал DimaTorzok